Здравствуйте! Сегодня мы с вами поговорим об одном из экспонатах нашей экспозиции, который пользуется популярностью у всех наших посетителей. Это вот это необычное кресло, сделанное из дерева. В конструкции его мы можем легко узнать предметы крестьянского обихода. Это конская дуга, которая представляет собой спинку и передние ножки этого кресла. В подлокотнике выполнены в форме топоров, а в задней части этого сидения словно вы кем-то оставлены рукавицы. На дуге находится рельефная надпись, это пословица «Тише едешь, дальше будешь». Кресло, дуга, топор и рукавицы впервые было представлено на Всероссийской мануфактурной выставке 1870-х годов и получило даже бронзовую медаль. Это кресло выполнено в русском стиле декоративно-прикладного искусства. А автором его являлся мастер резьбы по дереву, питерский мебельщик Василий Петрович Шутов. Это кресло было настолько необычно своей образностью, так понравилось публике, что Шутову даже заказали повтор, сделать копии этого самого кресла. И департамент торговли и мануфактуры дал право на воспроизведение этих копий Шутову на целых 10 лет. У него заказали до 50 повторов. Такое кресло можно было увидеть и в квартире демократической интеллигенции, и в особняке аристократа, и даже в кабинете императора Александра Третьего. После того, как Шутов обрел такую славу на этой выставке, к нему стали поступать ответственные заказы, такие как, например, для изготовления распятия для храма «Спаса на крови» в Петербурге, или для изготовления рам, портретов императорской семьи. А после того, как закончилась вот эта привилегия по изготовлению копий, многие мастера стали также повторять это кресло, только добавляя разные вариации, например, плуг, кнут, лапти, балалайку, меняя надписи пословиц на этой самой дуге. Авторские копии, а также варианты, сделанные другими мастерами, имеются во многих музейных собраниях. Есть такое воспроизведение с оригинала стула Шутова и в нашем музее.